Доброе утро! Поставьте плюсики, как меня слышно, видно. Видны ли слайды? Меня видно не будет, потому что меня застали врасплох. Да, и у нас будет сегодня Академия совершенно проходить с экспромтом. Слайды вижу первый раз. Всем привет! Буду на примере показывать, как быстро реагировать в экстренных ситуациях. Сегодня как раз такая экстренная ситуация, что нужно быстро провести семинар. Ну что, настроение супер! Давайте по 10-бальной шкале. Как у вас настроение? Как вы чувствуете себя внутри? Красотками? Красотки. Обычно люди как говорят, лицо красивое, не значит все хорошо. Но я считаю, что красота она везде должна быть. Начиная от кончиков пальчиков рук, от макушки и до кончиков пальчиков на ногах. И сегодня мы с вами поговорим о красоте наших ножек. Потому что уход за кожей ног, он стоит на первом месте. Но согласитесь, что ноги это наши классные помощники. Мы все время ими пользуемся, каждый день. Поэтому им нужно уделять очень много внимания, чтобы они нам прослужили верой и правдой долгие-долгие годы. И вот я расскажу сейчас вам такую вещь, которая для меня, например, стала очень, да, такой вот в один момент очень удивительной. Несколько лет назад у меня не было обуви на плоской подошве. У меня была вся обувь на высоком каблуке. И к вечеру я буквально падала просто от усталости. И просто это меня выматывало. Особенно, кто знает Саратов, у нас тут просто нет ни дорог. Ну, сейчас ситуация более-менее становится лучше. Но, тем не менее, ни тротуарных дорожек, да, таких вот для людей особо не было удобных. То есть, ходишь буквально на пальчиках, на цыпочках. Смотрите, только одна из 10 женщин носит обувь, которая соответствует размеру ноги. А остальные почему-то выбирают хотя бы на размер меньше. Каждые 2 сантиметра высоты каблука увеличивают давление на пальцы ног на 25%. Представляете? Из-за этого женщины чаще страдают заболеванием ног, чем мужчины. Неудобная обувь сдавливает ногу, является причиной многих заболеваний. Поэтому, девочки, каблучки прятываем на вечеринке, на банкеты, на выход. Да, вот, видишь, у Лены теперь проблемы, не носят каблучки. Представляете, за нашу жизнь мы обходим с вами земной шар 4 раза. И когда мне говорят, он сделал кругосветное путешествие, прочитав эти слова, я понимаю, что я-то уже как минимум полтора раза земной шар обогнула. То есть мы можем с вами смело заявить, что мы с вами путешественники, и обогнули земной шар уже кто-то один раз, а кто-то два, а кто-то и три. Смотрите, на протяжении дня в среднем человек делает около 10 тысяч шагов. Если посчитать, сколько он делал шагов за всю жизнь, то можно узнать пройденное им расстояние. Я пользуюсь такой программкой «Шагомер». У кого есть «Шагомер», оставьте плюсики в чате. Она у меня есть и на телефоне, и на часах. И я балдею, когда я вижу, у меня там 24 тысячи шагов за день пройдены. Я такая вот это да. То есть да, бывает поменьше, бывает там 5-6 тысяч, бывает 12-15, но бывает и 24, то есть когда много дел. Я очень, как говорится, есть вещь, к которой я отношусь негативно. Их мало, но они есть, и это общественный транспорт. И я стараюсь, если есть возможность, везде ходить пешком. Да, и поэтому сейчас я обзавелась очень удобной, классной обувью, в которой мне комфортно. Представляете, что ваша ступня имеет 250 тысяч потовых желез. Сам пот, который выделяется, он запаха не имеет. Поставьте плюсики, кто хоть раз сталкивался с чем, что у человека неприятный запах от ног. Может быть у вас или у кого-то, или к вам пришел кто-то в гости, разулся, и все тараканы сдохли дома. Так вот, представляете, на носках и в обуви размножаются бактерии, которые и являются источником этого неприятного запаха. И часто люди страдают, не ходят в гости, стесняются и так далее. А на самом деле от этого очень легко избавиться. Нужно просто, просто очень хорошо помыть, просушить обувь, почаще менять носочки, да, чтобы следить, чтобы обувь была сухая. Да, это на самом деле все легко устранить, и чуть дальше мы об этом тоже поговорим. И я вам расскажу конкретный пример, как мы с этим справлялись, с одним моим очень близким человеком. Потовые железы способны производить, представляете, до 400 миллилитров пота ежедневно. Ё-моё, это полтора стакана, представляете? Такая статистика меня удивила. На ступнях человека самая толстая кожа, потому что на ноги идет огромная нагрузка. Представляете, весь вес, когда мы встаем, у кого-то вес небольшой, а у кого-то очень большой, весь он приходится на ноги. Поэтому человек должен вступать и при этом комфортно себя чувствовать. Ходьба является самым доступным, безопасным видом физической нагрузки. Именно поэтому врачи и назначают именно ходьбу. И кто знает, что сейчас очень модное стало направление в спорте, это скандинавская ходьба. Очень много людей, по крайней мере, в Саратове, чуть ли не каждый пятый ходит с палками, вот с этими, да, гуляет. Это так модно, и они смотрят на людей без палок, смотрят на нас таким взглядом, как будто, типа, ну, вы еще до этого не доросли. Вот. Поэтому даже кто-то занимается, да, бегом, пробежками, но говорят, что вот эта ходьба, она более эффективна даже, чем бег. Ребята, а вы каким видом спорта занимаетесь? Девчонки и мальчишки, поделитесь. Итак, что нужно сделать, чтобы ножки были вам благодарны? Первое, это дать им классный релакс, сделав теплую ванночку, сильно теплую. Не кипяток, конечно же, да, но вода должна быть сильно теплая. У нас есть роскошное средство в серии Шведзиш Спа. А меня вообще слышно? Вы что-то так молчите, на вопросы вообще не отвечаете. Я тут так прям стараюсь, рассказываю. Поставьте плюсики, кто слушает. И вот в этой серии Шведзиш Спа есть шикарнейшее масло с имбирем. Боже, вы не представляете, что это за масло. В прошлом году Миша сломал ногу, и после этого ему назначили массаж ноги. Он ходил в поликлинику, ему делали массаж, но там было условие принести свой крем или масло для массажа. Ну, естественно, я снабдила Мишу этим маслом. И массажистка вот все эти, я не помню, неделю или 10 дней, пока делала массаж, она каждый раз восхищалась и говорила, я столько лет работаю на массаже и ни разу не видела такого масла. То есть она восхищалась запахом, она консистенция, как оно работает, как оно согревает. Конечно же, у Миши нога очень быстро восстановилась, потому что и я ему тоже делала массаж этим маслом. В общем-то, мы им пользуемся постоянно. Это масло мы используем еще в нескольких направлениях. Первое – это как увлажнение для тела. Второе – для принятия ванн. То есть если вы набираете в ванну и туда добавляете, ну, я колпачок обычно масле добавляю, кожа становится, ну, просто вообще, я не знаю, как у младенца. Можно использовать для увлажнения, питания волос, нанести на кончики волос, отступив примерно, если волосы длинные, 10 сантиметров от начала роста волос. Если волосы короткие, то прямо на кончики, если они сухие, можно смывать, можно не смывать. Надо смотреть по ощущениям, как волос впитывает масло. У меня волосы пористые, они как губка все впитывают, им что не дай, они все ням-ням-ням-ням съедают. Так вот, это масло просто вот восхитительное. Еще я с ним делаю бархатные ручки. То есть я несколько капель капаю в ладошку, добавляю скраб, любой скраб беру для тела, для ног. Ну, для ног он погрубее, в основном я для тела беру. И я растираю ручки нежненько массирующими движениями, кожа тоже становится мягенькая, гладенькая. И потом побольше увлажняющего питательного крема на ручке. Раз-раз-раз, проверка связи, как слышно? На чем я остановилась? На масле, да? Хорошо. Вот смотрите, масло мы добавляем тоже в ванночку для ног. Для того, чтобы оно размягчило кожу, напитало ее. И после того, как кожа размягчится, будет очень легко и просто удалить мертвую кожу. А нам это как раз и нужно. То есть, чтобы ножки были легкие, надо снимать вот эту омертвевшую кожу. Можно также в ванночку добавить любой наш гель. Чем удаляем огрубевшие части кожи? Ну, у нас такой ассортимент пилочек, что просто глаза разбегаются. Но в последнее время у меня появилось два любимчика. Это вот эта лопаточка. Она здесь показана картинке как маленькая. На самом деле она большая, изогнутые формы. И очень удобно ей прям шлифовать пяточки. Я это делаю как на сухую, так и на влажную. Размягченную, да, уже поверхность. И второй мой любимчик. Это вот такая вот пилочка электрическая. Да, она на батарейке. Это просто фантастика. Если нужно быстро, круто обработать ножки, чтобы прыгнуть в босоножечки и побежать. Особенно летом это очень актуально. Потому что бывает такое, не уследишь. Летом особенно ножки быстро начинают как бы сохнуть. Я вот этой пилочкой просто спасалась. Я в нее влюбилась. Кстати, рекомендую брать ее по скидке 50%. Кто в премьер-клубе. То есть кто делает 150 баллов. Два каталога подряд. У нас есть такая возможность на третий каталог взять любой продукт со скидкой 50%. Это очень выгодно. Пилочка вышла всего где-то около 900 рублей. Поэтому, да, а потом каждый каталог уже, если делать все время по 150 баллов, то эта скидка уже идет каждый каталог. Но первый раз нужно два подряд сделать. Это понятно? Поставьте пятерочки. Вот, такие у меня любимчики. То есть мы удаляем мертвую кожу. Щеточкой чистим ногти, да, чтобы вот вычистить все загрязнения, там все, что накопилось. Потому что мертвая кожа и туда попадает. И используем еще и классные наши скрабы. Скрабы, конечно, роскошные. Тоже у меня всегда дома есть парочка тюбиков скраба. Потому что я вообще скрабы люблю. Кто любит скрабы так же, как я, поставьте в чате восклицательные знаки. Потому что у меня для всего, для лица, для рук, для тела. Для тела три сейчас скраба стоит открытый, все разные. Я все время, я хочу то имбирным, я хочу то медовым, то спа скрабом. Так же и с ножками, да, мы их постоянно полируем, шлифуем. Ножки любят скраб. Далее мы ополаскиваем ноги, такой же прохладненькой водичкой. Смываем все-все-все. Промакиваем полотенчиком. И уже наносим увлажняющий питательный крем. Ребята, смотрите, у кого проблема большая с неприятным запахом. То есть бактерии прям конкретно заселились. Я сейчас вам расскажу рецепт, как я спасла вот несколько человек. Придумала не я, кстати. Но почему-то фишка сработала. И я стала ее передавать каждому человеку, с кем я сталкивалась с такой проблемой. Смотрите, что мы делаем. Мы полностью проделываем все процедуры, о которых мы поговорили. Размакиваем, скрабируем, ополаскиваем, промакиваем. Берем наше масло чайного дерева. И обрабатываем все вот это вот, все пальчики, накоточки между пальчиками. То есть обрабатываем этим маслицем всю ступню буквально. Даем впитаться, высохнуть. И через какое-то время можно нанести увлажняющий питательный крем. То есть не сразу, да, пусть масло поработает, убьет бактерии. Потому что масло так и называется. Антибактериальное. То есть масло чайного дерева, оно является одним из сильнейших антисептиков и мощным ранозаживляющим средством. Я его просто обожаю. Не знаю, почему его здесь на слайдах не поставили. Потому что я считаю, это продукт, ну, не номер один в Арифлейм, но это один из лучших продуктов, который в нашей аптечке заменил все практически. То есть мы маслом чайного дерева лечим буквально все. Насморк, горло, ранки, ушибы, порезы, гнойнички, перхоть. И вообще, вообще все, что вот где заболело, я везде использую масло чайного дерева. Поэтому рекомендую им затариться, особенно в зиму. Только начинается какой-то насморк у кого-то, мы сразу разводим в чайной ложечке три капельки водички, капельку масла пипеточкой размешиваю, забираю все это в содержимое, да, ложечки в пипетку и капаю по две капельки в каждой носопырочку. Нужно полежать, чтобы маслица распределилась везде. Вот насморк убирается на раз-два. И самое главное, что он не спустится в горло, да, не пойдет вот сначала насморк начинается, потом горло начинает болеть. То есть антисептик, он круто сработает и не даст вирусу проникнуть туда глубже. То есть мы его на корню сразу загубим. По поводу питательных кремов, у нас их очень много, такой ассортимент клевый. Сейчас в каталоге идет крем с ароматом вишни. О, это просто фантастика! Я прям рекомендую взять себе, это как десерт, просто необыкновенный. У нас есть маски для ног, крема и есть носочки. Их называют увлажняющими, потому что они наносятся уже на ногу после того, как вы нанесли увлажняющее питательное средство, дали ему немножко впитаться, наносите носочки и прям ложитесь в них спать. Вы не представляете, как круто это работает. Рецепты масла, слушай, где-то у меня есть, я поищу. Я поищу, как маслице использовать, я его пришлю. На самом деле кашу маслом не испортишь, Надюш. Я так скажу, что кашу маслом не испортишь. У меня есть носочки, есть перчаточки. Но, честно могу сказать, редко пользуюсь, потому что благодаря уходу за ногами они всегда, как у младенца, классные гладкие ножки. Я обожаю наши дезодоранты. Я не знаю, как вы, но я без них вообще не выхожу из дома. Не важно, это босоножки я одеваю, или ботинки, сапоги, колготки. То есть чем они мне нравятся? Во-первых, если мы переходим из туфель в летнюю обувь, то обычно сразу идут натирания, или сапожек в туфельке. Натираются ножки достаточно сильно. Даже если туфли не новые, а с прошлого года все равно нога за зиму немножечко расплющивается, изнеживается в сапогах. Так вот, нанеся дезодорант, мы предотвращаем растирание, то есть снижаем риск заработать себе мозоль. Очень сильно снижаем. Особенно есть у нас прям дезодорант такой специальный от натираний. Он как бы как пленочка прям ложится. Ну, незаметная, конечно, но он супер спасает просто. Также убирает все неприятные запахи. И охлаждает. То есть он дезодорирует. И даже когда в туфельках становится жарко, начинает работать дезодорант, и ножки как будто бы прохладненькие становятся. Эффект, конечно, бомба, просто бомба. У меня такой прикол был с дезодорантом, как я подружилась с одной девчонкой. То есть есть люди такие, знаешь, скептики. Да, представляете? И вот я так пришла один раз в салон красоты, а девчонки все разбежались, кто стричь, кто что. И я осталась одна у них на кухне. Сижу, значит, тут заходит галочка. Она новенькая была у них, она танцы деткам преподавала. То есть открыли дополнительный зал в студии, то есть в салоне красоты. И она такая, знаете, очень мало пользуется косметикой, так придирчиво ко всему относится. Прикольная девчонка, конечно. Ну вот мы сели, познакомились, значит, она, а чем занимаешься, что принесла? Я говорю, я Ари Флейм, она, дай каталог посмотрю. Ну и листает и задает мне всякие каверзные вопросы. Увидела этот дезодорант, и такая, а это что? Я говорю, дезодорант для ног. А он зачем? Я говорю, ну очень классная штука, можно даже через колготочки, даже если забыла, да, например, через колготочки работает. Или в дороге. Идешь, ноги устали, туфли жмут, плохо тебе, сознание теряешь. Достаешь из сумочки дезодорант, садишься на лавочку, обрабатываешь прям через колготочки, ножки, помотала ими две минутки, да, он высох, там, испарился. Ныряешь в туфельки, ножки как новые. Она такая, сидит, глаза округляются, говорит, а как же потом колготки снимать? Ну, она думала, что дезодоранты как бы прилепить. Я говорю, как-как, приходишь домой, наливаешь таз воды, встаешь прям, садишься на стул, ноги в таз, прям в колготках она, прям в колготках. Я говорю, ну, конечно, заодно колготки постираешь и ножки помоешь, а иначе как-то их снимешь. И тут я говорю, шутка, и как мы начали с ней угорать просто. Вот с тех пор подружились, и уже много-много лет, она моя клиентка постоянная, заказывает она мало, но только у меня, только у меня, да, то есть это очень приятно. Ребят, через юмор, через шутку можно всегда с человеком наладить очень прочное взаимоотношение. Главное, не перегнуть палку, да. Вот, очень люблю я наши кремы, тоже с дезодорирующим эффектом, но я лентяйка, мне проще побрызгать дезодорантом. Вот, кстати, этот дезодорант, о котором я говорила, прям специальный, целевой, против натирания. Он маленький флакончик, но он такой прям классный и пахнет вкусно-вкусно. Есть у нас разные-разные варианты и от натоптышей, и антиперспиранты крема-геля. Есть одна фишка, легендарная. Это смягчающее средство. Кто уже себе такое средство добыл, обзавелся, так скажем? Потому что у нас дома их, наверное, стоит одновременно открыто штук семь с разными вкусами. Я их очень люблю. Использую везде, где только можно. И губы помазать, и глазки, и что где высохло, носик, если там сохнет. В носике есть такой крем, в аптеке продается, антивирусный какой-то, забыла, как называется. Им мажут нос, чтобы вирус не проник. Можно просто намазать нашим смягчающим средством. Вот и все. И также, очень круто, если сохнут локоточки, кутикула, коленочки, пяточки. У меня тоже истории, я вообще люблю вот эти истории собирать. Мы заказали кухню. Мастер приехал устанавливать и ходит, ну, как-то покряхтывает. Ну, я говорю, Володь, что с тобой? Что, что, болит, что ли, что? Он такой, да, представляешь, у меня пятки лопнули, наступать не могу, хожу, как баба на цыпочках. Я говорю, да ты что? Ну, пошла, достала этот крем, у меня, естественно, новый всегда в заначке лежит. Даю ему, говорю, так, вот домой придешь, сделай ванночку для ног, распарь, немножечко пемзочкой, где можешь, по три, да, убери мертвую кожу, чтобы размягчить. И намажь прям густым слоем. И ни носки не нужно, да, просто голые ножички, прям полежи, чтобы все впиталось и ложись спать. То есть не ходи уже, желательно прям сделать это перед сном. На следующий день он мне звонит, бешеным голосом орет, Лиля, ты врач, я говорю, что случилось-то, никакой я не врач? Он такой, ты врач, ты меня вылечила. У меня, я, говорит, сделал, и я сейчас бегаю, у меня, говорит, за ночь затянулись все лопины, и мне комфортно, я не, ну, я забыла вообще, что у меня ноги болели. Вот знаете, для меня это было настолько, вообще прикольно, приятно. Представляете, с 80-го года это вот средство, да, становится неизменным, как говорится, любимчиком у многих-многих косметичков. Ну, далее, что еще важно сделать с ножками? Убрать кутикулу, подпилить накоточки, срезать лишнее, и покрыть нашими средствами. Первое, да, это база под лак, потом лак, закрепитель, да, все это будет очень красиво. Кстати, я педикюр за всю жизнь делала в салоне, наверное, 2-3 раза всего, и мне не очень понравилось то, что, ну, как бы, кто-то там копошится в моих ногах, не знаю, я делаю сама вот педикюр, почему-то вот никому не доверяю, и у меня всегда ухоженные, красивые лапочки. Вот это мне очень нравится, и все благодаря, в общем-то, нашим средствам, и маникюр тоже, кстати, да, все сама, все сама. Вот, что еще помогает нам, есть ли с ногтями какие-то проблемы, в помощь нам витамины, и смягчающее средство, его также можно носить на ногтевую пластину, очень хорошо восстанавливает ноготь, быстро и классно. И витамины, есть целевые, прям специально для волос и ногтей, внутри комплекс, его рекомендуют пропивать курсами, то есть 3-4 пачки пропили, желательно в плюсе, да, вместе с wellness пэком, он работает тогда более эффективно и сильнее, и тогда вы увидите, как ваше тело, волосы, вот эти все наши конечности, начинают преображаться, становится все красивое, волосы блестят, ногти хорошо растут, и красивые, раньше у меня были на ногтях какие-то пятна, все время бугристые, волнистые, сейчас ногтевая пластиночка идеальная, просто, кстати, я это как-то связываю все-таки с витаминами, потому что другой причины я не вижу для того, чтобы это все стало качественнее и лучше. Ребят, на этом моя презентация о наших с вами ножках закончилась, я жду от вас вопросов, если они есть, можете вопросы задавать, в принципе, из любой сферы продуктовой, потому что я в продукции достаточно хорошо ориентируюсь, единственное, что я не знаю состав, потому что я не вижу смысла изучать состав продукта, недавно прочитала, как бы, такое выражение, как бы задает вопрос, но ведь много хороших кремов, много хорошей продукции, но чем вот Арифлейм лучше, чем она лучше, чем другие кремы, других фирм, и Ален Мавон, это наш ведущий ученый нашей компании, он ответил, в кремах Арифлейм есть я, есть моя гарантия, а в других меня нет, вы знаете, это действительно очень круто, потому что Ален Мавон, он очень много наград получил, и сделал весомый вклад в развитие косметологии, это ученый века, если вы не знаете о нем, почитайте в интернете, у меня даже есть фотография с ним, я в Швеции с ним фотографировалась, он такой потрясающий человек, высокий, добряк такой классный, он живет этим, он живет тем, что разрабатывает средства по уходу за кожей, он выявляет, какие факторы влияют на то, что кожа стареет, как их устранить, как нейтрализовать, и это огромный труд, просто гигантский, вот, и я вам говорю спасибо за то, что вы выбираете Арифлейм, потому что вы выбираете лучшее, желаю всем крутого продуктивного дня, позитивных впечатлений от применения продукции, не просто позитивных, а вы увидите качественные изменения, когда вы будете применять все в комплексе, это будет такое преображение, что многие вас перестанут узнавать, желаю вам быть самыми красивыми, успешными, до встречи, пока-пока!